Филиал «Ямалкоммунэнерго» промывает водоводы. Коммунальщики предупреждают, временное ухудшение качества питьевой воды возможно во всем городе. Подробности в следующем сюжете. В Муравленко качество воды ухудшается один раз в год, когда коммунальщики приступают к плановой промывке сетей горячего и холодного водоснабжения от накопившихся отложений. Сегодня моются центральные магистрали от водозабора до улицы нефтяников. Пять участков мы в этом году определили для промывки. И результаты сегодняшней промывки показывают, что действительно эти мероприятия выполнять в разрезе трех лет необходимо. Промывка происходит с помощью вот такого снаряда. Его запускают по трубе и давят давлением воды. На выходе виден черный осадок. Это в основном отложение марганца. После того, как трубу прочистят снарядом, по ней прогоняют воду до тех пор, пока она не станет чистой. Но все равно какое-то количество осадка остается и попадает в квартиры потребителей. Во время промывки коммунальщики усиливают контроль за качеством воды поступающей квартиры. Лаборанты в разы увеличивают периодичность исследований. На время промывок, на весь период у нас составляется график усиленного режима лабораторного контроля питьевой воды, который согласовывается с Роспотребнадзором. У нас на этот год, как и на предыдущие годы, график согласован. И потом дополнительно мы еще помимо графика работаем по жалобам потребителей. Работы по промывке завершатся в первой декаде июня, а 18 июня горожане на две недели лишатся горячей воды. За это время на центральной котельной будут проведены ремонтные работы на котловом оборудовании. Планируемые работы, которые мы выполняем, это ревизия, текущий ремонт запорной арматуры, вскрытие и очистка доораторов, обследование их, также вскрытие и очистка грязевиков. Также мы планируем в остановочный период произвести текущий ремонт котлоагрегата первого на втором блоке, ну и ревизию запорной арматуры и газового оборудования. Проведут ремонтные работы на водозаборе и на нескольких центральных тепловых пунктах. В течение летнего времени в разных микрорайонах города будут заменены сети тепловодоснабжения. Эрнст Бавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко.